Я делала интервальное голодание на протяжении 35 дней. Хотела сказать 30-35 дней. В моем дневнике это отмечено. И, соответственно, хочу с вами поделиться результатами. Под этим видеороликом можете оставить свои некоторые маячки, как это на вас влияло и как вы, в принципе, себя чувствовали. Возможно, вы практиковали. Я расскажу про свои результаты. Первое. Эта история помогла мне максимально-максимально исправить мою ситуацию с непроходящей вирусной инфекцией, с непроходящими заболеваниями, связанными с ОРВИ. И я от этого была суперсчастлива. Следующее. Я начала лучше заниматься. То есть, элементарно я вернулась в тренажерный зал, где меня не было. Потому что мне казалось, что у меня нет сил на это. Другой момент. По поводу того, что случилось с гормональным фоном. По-женски могу сказать, что эта история помогла мне вовремя пошел мой цикл. Не знаю, связано это или не связано, но у меня были перебои с циклом. И вот именно в периоды периодического голодания это все вовремя пришло. Другой момент. По поводу нервов. Периодическое голодание сделало меня более спокойной и более выносливой. Периодическое голодание дало мне больше энергии, которую я тратила на то, что мне нужна работа, учеба. Периодическое голодание не создало каких-то новых у меня нейронов в голове. Или там не вылечило меня от всего подряд. Я даже не знаю, чего, кстати, я болею. Может быть, чем-то болею, не знаю. Не знаю, не хочу. Я не лезу в эти истории. Знаете, из разряда есть люди, которые ищут у себя болячек. Я не ищу. Я просто не хочу это делать и не хочу до этого время тратить. Просто есть, сейчас быстро скажу, категория людей, которые каждую свою историю, они пытаются... И почему это так произошло? Почему ты пукаешь? Почему же ты так пукаешь? Почему? Может, что-то случилось? Может, у тебя метаболизм нарушился? Я не из разряда этих людей. И другой момент. Интервальное голодание дало мне возможность более быть устойчивой психологически из-за того, что постоянно же вот эти вот качели сахарные происходят. И это бывает достаточно неприятно. И могу сказать, что у меня были проблемы с сердцем. Такие неприятные. Я не могла бегать долго. Начинались различные проблемы. Я это связывала с электролитным дисбалансом. Но могу сказать, что скорее это метаболические проблемы, чем электролитный дисбаланс. И интервальное голодание дало мне возможность наконец-то спать полноценно. Даже несмотря на то, что я работаю 12 часов, 10 часов. Ну, по-разному. Это та история, которая просто создала для меня такие условия, в которых я максимально хорошо засыпала. И еще один момент. Интервальное голодание дало мне возможность быстрее обучаться. Я почему-то не знаю почему, но как будто бы я начала лучше схватывать информацию, ту, которая раньше мне не давалась. И интервальное голодание не решила все мои задачи по залу, по каким-то двигательным активностям. Это я уж решила сама. Но могу сказать, что вопросы со стрессом намного-намного улучшились. Буду я дальше интервальное голодание проводить? Сейчас нет. И это тот режим, который в принципе подразумевает, у меня подразумевал определенные продукты, которые были LCFH. Но мне хочется сейчас добавить разнообразие, немножко добавить все-таки другого направления продуктов. И еще один момент. Интервальное голодание не решило у меня вопросы полностью все метаболические. Для этого нужно в нем находиться не 35 дней, не 2 месяца, а нужно находиться в нем годами. И да, эти вещи, они и влияют на состояние и на стресс. Поэтому напишите, пробовали ли вы эту систему, как у вас получалось.